Давайте начнем. Зовут меня Сергей Ковалев. Как вы уже слышали, я приехал из южного города Белоруссии, из Гомеля. Благо, Сфера позволяет работать удаленно, что очень приятно. Я работаю в компании Сфер Софтвэр. Я не надел мачку, это не потому, что я не уважаю компанию, просто взял с собой пиджак и очень хотелось его надеть. Так, лазер работает. Давайте начнем. На сегодня я бы хотел сказать, чем меня вдохновило на эту тему. Тема, скажем, не новая, ей десятки лет, декады. Они постоянно говорят, но она очень актуальная. И буквально через год, через два ее на очередных конференциях, в том числе и западных, постоянно вспоминают. Почему? В общем, Сэнди Мэттс, если кто не знает, это человек, не побоюсь этого слова, с бесчисленным количеством публичных выступлений, который 35 лет программирует. Сейчас она больше шла из программирования, позиционирует себя как преподаватель, учитель, учит программирование, написала две замечательные книжки. Честно говоря, вторую я прочитал полностью. Когда первый только добрался, пробежал вскользь. Но совет, подходит для любого уровня, вход абсолютно любой. Даже тем, кто имеет опыт, будет полезно освежить свои знания. И Крис Оливер, он позиционирует себя как программист-самоучка. Он бросил университет, если не ошибаюсь, в Валеносе, и решил научиться всему сам. У него есть довольно интересные, на мой взгляд, скринкасты, в которых он рассказывает о популярной на сегодняшний день, и в том числе о других очень интересных вещах в мире Руби, и в мире Руби, и не только. Собственно, Solid Principles. Представьте себе ситуацию, вы разрабатываете приложение, оно живет, развивается, у вас много запросов от пользователей, оно им нравится, приходят фичи, приходят баг-репорты и так далее. В общем, приложение живет. Но в один прекрасный момент вы понимаете, что зависимости, скажем так, неожиданные зависимости вас начинают убивать в приложении, и вы не можете просто так продолжать дальше с ним работать. Сегодня мы поговорим про Solid Design Principles. Я постараюсь рассказать на более, скажем так, простых примерах. Я бы хотел вас попросить поднять руку тех, кто писал код, или когда-то раньше писал, и сейчас пишет, занимается программированием. Нету ни одного программиста? Отлично, спасибо, взбодрились. Кто пишет на Руби? Замечательно. Я просто хотел узнать, примеры будут на Руби, всем ли будет понятно, надо ли будет более подробно объяснять Руби, как поэзия, как стихи, он читается легко, я думаю, что порог хода будет простой. Я бы хотел на примере графиков с сайта Мартина Фаулера, я думаю, вы такого человека знаете, он достаточно известный в IT-сфере, сказать, что если вы не хотите заниматься дизайном, проектированием вашего приложения, то оно, в принципе, обречено на провал. Да, мы можем сказать, что мир у нас полон компромиссов, мы часто должны идти на компромиссы, бизнесу надо здесь и сейчас, сию минуту, иначе опоздаем, будет поздно, и это приложение будет никому не нужно. Но в последующем, в будущем, мы все равно должны возвращаться к дизайну, иначе мы просто не сможем жить дальше. Просто по логарифмической какой-то шкале впадаем в технические проблемы и занимаемся только решением каких-то внутренних проблем и перестаем двигаться дальше. Мы не можем не вспомнить Мартина Фаулера, я извиняюсь, Роберта Мартина. Это человек, который первым в 2000 году издал большой труд на 2000 страниц и собрал пять принципов воедино под акронимом SOLID, за что ему отдают дань и почести до сих пор. Он не придумал каждый из этих принципов, но он довел, соединил, обозначил, и мы пользуемся, скажем, этим наследием до сих пор. Начнем с первого принципа. Это single responsibility принцип. Я попробую объяснить все на каких-то графических примерах, которые больше нам могут рассказать, нежели чем трактовки, такие, скажем, энциклопедические или научные, как звучат эти принципы. Мне нравится эта фраза, just because you can doesn't mean you should. Только потому что вы можете напихать в один модуль или класс куча фич или методов поведения не означает, что это нужно делать. Мы можем, но этого делать не надо. Каждый модуль или класс должен решать одну единственную задачу. Как говорят еще по-другому, другими словами, должна быть только единственная причина для того, чтобы сделать изменения в классе. Здесь я постарался привести довольно простые примеры. Руби, допустим, мы проектируем приложение, которое… Вот мы решили, мы не будем использовать наработки всего мира, а сделаем свой собственный велосипед. Это нереальное приложение, просто выдумано из головы. И построим систему, похожую на Heroku, но, скажем так, провайдер-агностик, систему, которая будет поддерживать любой хостинг-провайдер под капотом. У нас есть класс, который отвечает сразу за четыре, скажем так, вещи. Это хранение каких-то данных в базе данных, скажем, мета-данных или чего угодно. Есть логика настройки, допустим, установки пакетов на сервер и так далее. Есть логика для диплоя аппликейшена, есть логика для поднятия и установки SSH-соединения. Почему это плохо? Это плохо потому, что когда вы решаете внести изменения, в какую-либо из частей вам приходится обращаться к одному и тому же классу. Он разрастается до таких пор, что его просто становится невозможно поддерживать. Если следовать принципу Single Responsibility, мы можем довольно легко и непринужденно разнести это в абсолютно разные четыре сущности. Во-первых, у нас красиво уложится по файловой структуре. Мы можем, именуя модули и классы, все красиво разложить по папочкам. Мы будем знать, где что искать. В то же время мы логически отделим друг от друга вещи, которые не должны быть связаны. Избавимся от наших зависимостей и связей. Здесь мы по-прежнему немного зависим на SSH-соединения, но будем считать это компромиссом, про который я говорил. Допустим, чуть позже нам пришла идея, что нам надо же создавать базы данных, это будет один сервер или это будет много серверов, мы будем деплоить на тот же самый сервер или это будет отдельный сервер. Мы просто добавляем дополнительный файл с классом, который будет отвечать за эти вещи. Дальше нам пришла идея, что надо, оказывается, логировать все, что мы делаем, чтобы в случае, если когда что-то подошло не так, а так часто бывает, мы могли легко посмотреть влоги и исправить проблему. Это та файловая структура, которая у нас получается. Довольно красиво, удобно и понятно для человека. Не надо копаться в разных папках и искать, где у нас что лежит. В очередной момент вам приходит идея, что у нас же может быть много серверов, мы хотим скелиться горизонтально. Что с этим делать? Архитектура летит в пух и прах. На самом деле нет. Выход из этого положения довольно простой. Мы оборачиваем то, что у нас есть в дополнительный слой. Допустим, обзываем его application слоем и прописываем какой-то пример тривиальный, просто чтобы дать идею. И прописываем логику для диплоя на несколько серваков нашего приложения. Опять же, оговорюсь, мы не хотели пользоваться ни общепризнанными тулами, ни капистрана и прочее. Мы для нашего серверного диплоя хотели сделать что-то свое. И наша файловая структура уже начинает выглядеть немножко по-другому. И нам по-прежнему понятно, где что есть и где что искать. На этом мы закончим с этим принципом и перейдем к следующему. Open-closed принцип. Он звучит на первый взгляд очень непонятно. У нас модуль или класс должен быть открыт для расширения, но закрыт для модификации. Казалось бы, какой-то абсурд звучит непонятно, но я объясню на графическом примере, который дает нам всем понимание. У нас есть дом, старый дом. И тут мы решаем, что, допустим, у нас выросла семья, нам не хватает места, мы хотим расширяться. Мы достраиваем какую-то новую современную часть, которая не похожа и не вписывается немножко в то, что у нас было, но при этом мы не нарушаем функциональных свойств этого дома. Мы делаем где-нибудь здесь лестницу на второй этаж, или вот здесь делаем проход. При этом мы выполнили все требования этого принципа. Расширились, но в то же время вроде бы как и не внесли никаких модификаций. Давайте разберемся на примерах. Мы по-прежнему девелопим наш вымышленный tool, супер-тул. И, допустим, на данный момент у нас поддерживаются два провайдера, DigitalOption и Linode. Это не реклама, это просто, что первое попалось под руку. Droplet kit – это то, что идет из коробки, то, что предоставляет нам DigitalOption, обертка над API, которая может легко нам помочь работать с их инфраструктурой в Linode. Вроде есть свитч, вроде все неплохо, пока для нас работает, и ладно. Но с течением времени мы понимаем, что наращивать провайдера, писать здесь для них логику – это не очень хорошо. Мы постоянно обращаемся в одно и то же место, вносим туда модификацию, от этого у нас разваливаются другие части приложения. И мы понимаем, что нам надо переходить на модульную структуру и описать, допустим, в начале какие-то простейшие вещи. Установка SSH-ключа на сервер создания непосредственно сервера и опрос статуса его состояния на данный момент. Потом мы уходим от традиционного свитча на динамику. Эта динамика позволяет нам больше не обращаться в это место по коду и просто добавляя новые классы, новых провайдеров, получать автоматом новый функционал приложения, казалось бы, не внося никакой модификации. Что мы могли бы еще улучшить? Используясь темплейт-паттерном, задать какой-то шаблон для будущих сервис-провайдеров, хостинг-провайдеров, которые мы поддерживаем, и вынести сюда какие-то общие базовые вещи, которые мы используем везде. Как же про рельсы? Про рельсы первое, что приходит в голову, это замечательный метод, как бы я сказал, RespondTo, который из коробки нам позволяет очень легко и непринужденно добавлять новые форматы выходных данных. Рельсы из коробки не держат PDF. Мы нашли соответствующий экстеншн, гемм, установили его, и легко и непринужденно получили вывод в новые форматы. Это круто. Давайте перейдем к следующему принципу. Это Лискоу Substitution Principle. Это единственный принцип, который назван по фамилии автора. Барбара Лискоу, если мне не изменяет память, в 1988 году описала, давно, правда, это в научном труде. Там были довольно серьезные академические формулы, непонятные. Давайте попробуем разобраться на простых вещах. Если S является у нас под типом T, или же переводя на язык Ruby сабклассом, то тогда объекты типа T могут быть заменены объектами типа S. Кто-то скажет, легче не стало, все равно все сложно. Давайте попробуем еще попроще. Сабклассы должны просто дополнять поведение базового класса, но не заменять его. Мы сейчас попробуем разобраться на примерах простых жизненных. Скажем так, мы придумали класс птичка, которая умеет ходить. Мы решили, что все птицы умеют летать, но потом вспомнили, что, наверное, какие-то из них не умеют. Сделали заглушку, костыль. Подумали, что так будет нормально. Потом поняли, что кроме какой-то абстракции птицы нам этого мало. Пошли за конкретикой. Ввели дополнительные классы утка и дятла. Далее. Мы где-то в другой части приложения решили, что птички будут у нас мигрировать куда-то на юг. И вспомнили, что, наверное, какие-то из них все-таки летать не умеют. Воспользовались нашим, не побоюсь этого слова, костыликом. Сделали заглушку, чтобы ничего не разваливалось, не падало. Но забыли про Liskow Substitution Principle. И добавили, собственно, пингвина, которому не повезло, и он летать не может, приходится все время жить в холоде. И тоже там поставили заглушечку с erasing exception. Говорим о том, что все-таки он летать не может. Продолжаем нарушать принцип. Как просто переработать данную структуру и жить дальше? Мы можем ввести класс FlyingBird, летающая птичка, дать ей метод, вынести всю ту логику из обычной птицы. И у нас все заработает. Унаследовать от этого класса птичек, которые умеют летать, а птиц, которые не умеют летать, он наследовать от базового класса. И тогда мы видим в действии, что у нас все работает. При замене базового класса и его подклассами поведение не нарушается. Если оговориться, то что вот здесь используем в массиве только объекты типа FlyingBird. Так как в Ruby у нас фактически типов нету, то с большими возможностями наступает больше ответственность. И за этим должны следить программисты, а скажем так, не защищать код от других программистов. У нас есть замечательный класс Enumerable, который реализует этот принцип проектирования. И наследуясь от этого базового принципа, мы можем пользоваться теми методами each, которые у нас есть для основных типов вида массив. Мы можем это делать то же самое в своих базовых классах, в своих классах, которые мы сами придумали, но которые отнаследованы от Enumerable. Давайте перейдем к следующему принципу. Interface Segregation Principle. Здесь стоит отметить, что ни один клиент не должен зависеть от методов, которые он не использует. Или по-другому говорят про большое количество интерфейсов. Говорят, что лучше иметь много разных небольших интерфейсов, которые позволили бы нам работать с определенными частями или функционалом приложения, нежели иметь один большой генерализированный, в котором никто ничего не понимает и не разбирается. Это приводит к примерно вот такому. В серверном дата-центре просто какая-то каша, мусор. Никто в этом понять не может. Даже автор всего творения, я подозреваю. Но если бы это все разложили в короба, подписали бы их, что куда идет, что за что отвечает, то, наверное, было бы гораздо проще разобраться. Порог бы вхождения во все был бы гораздо ниже. Давайте рассмотрим на примерах. Опять же мы продолжаем разрабатывать наше топ-приложение, о котором мы говорили. У нас есть класс, предположим, что он наследован от ActiveRecord. Это модель, которая хранит атрибуты про приложения, которые мы имеем. Допустим, у нас виртуальный хостинг. Мы сразу много приложений хотим хостить, покрыть всю аудиторию, которая только возможна. И здесь есть два разных объекта, две разных сущности, которые не соответствуют уже упомянутому нам single responsibility принципу. мы их будем выносить примерно, создавая интерфейсы. Интерфейсы больше характерны для других языков со строгой типизацией. Ruby не является таким языком, но мы все равно создадим интерфейсы, покажем принцип в действии. На самом деле они друг с другом тесно связаны и перекликаются. Мы создаем просто сервис-объекты, которые будут работать с одной единственной задачей, с одной единственной проблемой и решать ее. Это облегчит жизнь не только нам, но и всем остальным разработчикам, которые работают с этим кодом. Давайте перейдем к следующему принципу. Это dependency inversion principle. Мне нравится лично эта картинка, которая объясняет суть данного принципа. У нас порт не должен определять девайс. Нельзя сказать, что если такая вилка, то должно быть именно такое устройство. А теперь, собственно, к тому, как он трактуется. Абстракции не должны зависеть на деталях, но детали должны зависеть от абстракций. Что это такое? Сейчас попробуем разобраться в реальном коде. Давайте предположим, что у нас есть какая-то валидация. Не претендуя на то, что это идеальное решение, просто на нем проще объяснять. Поддерживаемых провайдеров, которые мы на данный момент поддерживаем. И реализация логики по созданию сервера, запуску его на том или ином старту на хостинг провайдера, поднятие опроса, статуса и в конечном счете переходить к следующей фазе. Опять же, пользуемся тем же в начале кейсом, который работал у нас раньше когда-то. И для нас все было хорошо, но по мере того, как мы начали наращивать здесь логику, этот метод начал разрастаться до безумных размеров. И понимать и поддерживать такое решение стало просто невозможным. Мы вводим абстракцию, которую обозвали, допустим, хостинг. И в этой абстракции мы прописываем логику для каждого из нашего провайдера, которого поддерживаем. Понятно, что это лежит не в одном файле. Просто для наглядности я это привел вместе, что это все находится под одним модулем. И дальше в каждом, каждый из этих провайдеров мы можем дробить дальше на необходимые нужные возможности и отделять функциональную физическую логику. мы пошли дальше, немножко переработали, внесли динамику. Вот теперь мы больше не должны редактировать вот этот вот код. Мы можем просто добавлять новые провайдеры, раскладывать их по папочкам, прописывать для них логику и потом вносить небольшие изменения в базу данных. Раз, у нас появился новый провайдер. Вроде бы все хорошо, но на самом деле нет. Здесь возникают трудности с тестированием. Можно пользоваться моками и стабами. Это может быть хорошо, но не всегда. Вы скажете, можно записывать на внешние сервисы кассеты, кассеты поведения, как ведет себя внешний сервис, отслеживать, не изменилось ли у нас что-то. Можно просто вынести зависимость на какую-то конкретику выше и уйти на абстракции. Таким образом, мы в тестах можем просто описать отдельной моделью поведения нашего фейкового провайдера. Здесь есть определенные минусы. Нам придется поддерживать это поведение с тем, как меняется наш внешний API. Но давайте предположим, что он почти не меняется, и нас это вполне устраивает. И также мы легко и непринужденно, заменяя и убирая детали из реализации метода, можем легко пользоваться каким-то поведением в случае ошибок. Подытоживая то, что я рассказал, я хочу обозначить, что Solid Principles позволяют нам правильно работать с нашими зависимостями. И это ключ к успеху того, что вы будете тратить меньше времени на понимание чтения кода. Все мы знаем, что читаем, разбираемся, проектируем мы гораздо дольше, чем пишем. Давайте двинемся дальше и поговорим про вторую часть доклада. Это чувство запаха кода или то, когда часто говорят, код попахивает. Представьте себе такую ситуацию, когда вы открыли приложение, которое вам практически не знакомо, оно новое для вас. открыли код и вдруг начали задумываться, то ли это паттерн проектирования такой, то ли код попахивает здесь. В общем, термин этот не новый, его ввели в конце 80-х, начало 90-х годов. Это был Кентбек. Он первым сказал, что код смелл – это лишь указатель или подсказка на то, что у вас что-то пошло не так внутри вашего приложения. И он призывает нас к тому, что это не надо воспринимать как атаку, как какое-то злобное высказывание в ваш адрес. Это лишь повод взглянуть более глубоко на проблему. Я позволю себе перефразировать Мартина Фаулера. Мартин Фаулер сказал, что дьявол кроется в деталях. Эти два человека являются соавторами наряду с другими, замечательными людьми, которые написали, на мой взгляд, гениальную книгу «Рефакторинг», в которой есть ответы практически на любые вопросы по тому, как надо рефакторить приложение. Пока вы думаете о том, сколько вы бы могли вспомнить запахов в коде, я бы хотел обратить внимание на то, что когда мы говорим о том, что код попахивает, еще раз, это не агрессия, это лишь какая-то нейтральная информация, которая говорит нам о том, что надо обратить более пристальное внимание на имеющиеся проблемы. Это сэкономит нам кучу времени в будущем. Не буду вас долго томить и мучить. Выделяют порядка 23 классических запахов. Много, не правда ли? Это те, которые мне удалось найти. Не я первый, был такой Мико Монтало в 2006 году. Он написал научный труд, это финский профессор. И классифицировал, дал имена, и классифицировал, скажем так, условно классические запахи. Ну, обычно, когда на все это смотришь, сразу невольно думаешь, что пора куда-то удаляться или что-то делать. Тут есть довольно забавные названия. Я позволю себе их не переводить, потому что они, наверное, как некоторые спикеры говорят, нуждаются в ревизии и могут быть не совсем этически правильными. Но любимый – это вот shotgun surgery, хирургия с помощью дробовика, он интересный. 23 запомнить тяжело, поэтому для нас уже созданы все условия, а 5 групп запомнить гораздо легче. И мы сейчас быстренько рассмотрим каждую из групп. Я буду ускоряться и не рассказывать про какие-то тривиальные понятные вещи. Long method, light class, здесь все понятно. Это плохо, и с этим надо что-то делать. Для каждого своего языка программирования существует code style, который рекомендует те или иные стандарты. Вот эта группа была названа bloters. Это что-то большое, которое их объединяет, оно должно быть уменьшено или переработано. Primitive obsession – одержимость примитивными типами. Вот здесь скажу лишь одно, что часто бывает такая логика, когда у нас есть магическая цифра 7, которая передается из метода в метод, и по этой логике у нас стартуют какие-то алгоритмы. Это тоже не есть хорошо. Более умно на сегодняшний день пользуются сообщениями, которые несут какую-то понятную информацию. А магическая 7 – она не совсем понятная. Длинный лист параметров, да, тоже все понятно. Когда это невозможно читать, он не помещается на одну строку, и глазам трудно, и коллегам вашим тоже не очень. Data Clump связанность данных – это группы кода или переменные, которые всегда появляются в разных частях приложения. Они похожи друг на друга, появляются в разных кусках все время вместе. И когда у нас что-то меняется в связях и поведении в этих сущностях внутри, нам приходится их отлавливать по всему коду и изменять. Это плохо. Надо было бы вынести это в отдельную сущность и изменять в одном месте. Вы уже, наверное, начинаете чувствовать, что код смеллс тесно перекликаются с теми всего лишь пятью принципами, которые надо было бы соблюдать. switch statements – это не только про switch case, про которые мы уже говорили и говорили, почему это плохо. Они работают, для них есть место, но не надо ими злоупотреблять. Также здесь говорят про безумное ветвление внутри методов. Temporary fills – временные какие-то переменные или атрибуты внутри методов, которые усложняют понимание чтения кода. Refused bequest – здесь нет ошибки. Это отказ от наследства. Это как раз-таки пересечение с list-coff substitution принципа при его нарушении. Alternative classes with different interfaces – это когда у нас есть одни и те же вещи, но описанные по-разному. Вся эта группа получила название abusers. Если переводить дословно или близко к дословному, это какие-то зловреды в объектно-ориентированном программировании. Divergent change и shotgun surgery – это два абсолютно противоположных друг другу код смелла. Один порождает другой при злоупотреблении в ходе рефакторинга. Вот этот говорит о том, что он пересекается с single responsibility принципом. Когда у нас все находится в одном-единственном классе, он разросся до безумных масштабов, и с ним становится тяжело работать. А shotgun surgery – о том, что мы разбили настолько мелкие вещи, которые перестали использоваться и никому не нужны, и просто появилось безумное количество ненужных вещей, усложняющих восприятие. Parallel inheritance hierarchies – тогда, когда вы создаете саб-классы, и обнаруживаетесь, что вас вынуждают на создание дополнительных саб-классов в абсолютно другой структуре и иерархии, и вам приходится делать лишние действия. В этом случае создают новую иерархию, лишенную этих проблем. Все они получили название change-preventers, которые нам не дают легко вносить изменения. Изменения вносятся с большим трудом и тяжело. Это группа, это dispensables или ненужные вещи. Я ее быстро пробегу. Мимо комментарии. Понятно, что говорят, что пишите такой код, который не надо было бы комментировать, который бы говорил сам за себя. Иногда комментарии важны. Один короткий емкий комментарий может сэкономить нам часы времени на понимание того или иного куска кода. Дупликейт кода. Понятно. Лейзи классы – это какие-то ненужные классы, которые мы уже перестали использовать. Они совсем мало используются, от них надо избавиться. Дейта класс – это больше характерно для новых классов. Там есть геттеры и сеттеры. Мы не успели добавить поведение. Тут все просто. Мы добавляем поведение, и все приходит в норму. Дед кода – это когда у нас ушла фича, но мы по-прежнему держим зачем-то код и усложняем другим жизнь. От него надо избавляться. Speculative generality – это о том, что мы вводим такое безумное количество абстракций в код, ненужных в некоторых местах, что не даем другим разобраться. Надо в меру пользоваться генерализацией и абстракцией там, где она действительно нужна. Там, где она упрощает нам жизнь, понимание и дальнейшее обслуживание приложения. И последняя группа – это couplers, или дословно переводя связыватели. Здесь я бы хотел обратить внимание на вот этот код smell. Он говорит о том, что когда другой класс или объект начинает пользоваться приватными методами, атрибутами, в Ruby это возможно, если очень захотеть, в отличие от других языков, со строгой типизацией. И начинает злоупотреблять, скажем так, доверием. Это плохо. Message chains – это когда у вас есть цепочки данных большие, похожие примерно по структуре в разных частях приложения. И вы можете их вынести в отдельный сервис или модуль, описать там. И больше никогда не вспоминать о них, опять же, ища по всему приложению. Middleman – это про то, когда у нас есть класс, который занимается только одним делегированием. Просто перенаправляет запросы из одного класса в другой. И он нам как прослойка не нужен. Тут важно не путать с такими паттернами, как декоратор и прокси. Они выполняют определенный род задачи, но сейчас не об этом. И последний – это когда мы зависим на какую-то незаконченную библиотеку, внешнюю, чужую, от этого страдаем всю свою жизнь. Вы скажете, что нельзя так взять и все это запомнить. И зачем мне это все нужно, и как это все применять на практике. На самом деле, еще в далеком 2005 году компания Industrial Logic сделала замечательный читшит. В последнем слове одна буква И. Это не то, что вы могли бы подумать. Это действительно шпаргалка, в которой описан каждый код смел и ссылка на литературу, где можно почитать, как его использовать. В Ruby мире есть такой замечательный тул, который позволяет нам ленивым порой быстро определить проблемы в нашем аппликейшене. Посмотреть на них, обратить внимание и решить, что мы с ними будем делать и как жить дальше. Я надеюсь, что сегодняшний доклад был местами познавательным, местами интересным. Я надеюсь, что я вас не сильно утомил. И имея эти знания, читшиты, тулы разные, мы сможем улучшить наше приложение, над которым мы работаем, избавить нас от лишней головной боли и сделать этот мир чуточку лучше. Спасибо за внимание. Будут вопросы. У всех код не пахнет? У всех все хорошо? Все знают? Отлично. Есть один вопрос. Я не увидел. Понятно. Конечно, на твой взгляд, есть ли какие-то принципы солида, которые более и менее важны, чем остальные? То есть, которые мы можем либо пренебречь, либо поставить приоритеты или остальные? Я понял вопрос. В рамках самого солида, есть ли принципы? Нет, нет. Они все связаны друг с другом. Их все надо стараться соблюдать и идти на меньшее количество компромиссов. Спасибо. Есть еще вопрос? Я видел. Задаш? Смотрите, какая ситуация. Есть у нас принцип Барбара-листов. Правильно? Нужен более практический пример. Потому что какой смысл вот в этих классах? То есть, есть тип Т, есть его наследник Ф. Какой смысл нам этот тип Т заменять его типом Ф? То есть, базовый класс менять класс наследника. Я понял. Ну, здесь простым ответом на этот вопрос и коротким, мы потом это можем обсудить, является то, что мы не нарушаем принцип поведения базового нашего объекта. Мы по-прежнему не нарушаем то, что декларирует наш базовый класс. Вот, базовое поведение. Если мы понимаем, что это какое-то другое новое поведение, то это уже будет другая сущность. И, наверное, нам этот класс для наследования не подходит. А если вы преследуете цель dry, да, стремитесь к принципу dry, do not repeat yourself, то для этого, по крайней мере, в Ruby есть такие штуки, как миксынные модули для выноса общих вещей в отдельное место. И мы можем спокойно реюзать это оттуда. Спасибо большое. Был очень интересный доклад. Спасибо. 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 Спасибо.